Белоснежное здание с колоннами в центре Севастополя. Что в нем находится, знает, пожалуй, каждый. Даже дети. И это неудивительно. Во дворце детского и юношеского творчества, в прошлом дворце пионеров, всегда рады гостям. Еще с советских времен в его стенах выросло не одно поколение. Однако местом встречи севастопольских пионеров дворец был не всегда. Здание возвели в 1914 для Института физических методов лечения имени Сеченова. Во время Великой Отечественной он был эвакуирован, а само строение сильно пострадало. После войны институт в Севастополь уже не вернулся. Дворцу суждено было объединить молодое поколение, будущее страны, которое возрождалось. Многие остались без родителей, многие попали в очень жизненно трудные условия. И для того, чтобы предотвратить большие социальные проблемы, конечно, с детьми надо было работать. Работать людям добрым, талантливым, умным. Начать стройку сразу же не получилось. На нижних уцелевших этажах после войны жили люди, оставшиеся без крова. Решить квартирные вопросы удалось к концу 50-х. Лишь затем строители приступили к работе. Новый облик здания создавал весь город. И в 62-м дом пионеров переехал с Пушкина 20 во дворец, на крыше которого разместили гипсовые фигуры. Тех, кто всем ребятам пример. Делались арматуры, которые потом залепливались гипсовым наслоением. И возникали фигуры, которые мы видели до 2006 года. Однако в 2006 году они пришли к такому состоянию из-за обветривания климатических условий, что дальше их использование было невозможно. Фигуры разваливались и осыпались. Их демонтировали. Но спустя годы вновь могут вернуть. Только уже не гипсовые, из полимерной длины. Идею сотрудники дворца озвучивали не раз. Они ждут капитального ремонта здания. Документы, необходимые для его проведения, должны подготовить в правительстве Севастополя. У нас в прошлом году я обращался к президенту по поводу ремонта дворца детского и мужского творчества. Понятно, что поручение было дано правительству. Средства в рамках продления программы. Вы знаете, в этом году тоже принято решение продлить программу до 27 года. Соответственно, надо будет средства подавать в программу для того, чтобы капитальный ремонт дворца детского и мужского творчества, нашего Дома пионеров, сделали. Во дворце детского и юношеского творчества занимаются более трех тысяч воспитанников. Их учат писать картины, мастерить изделия ручной работы, петь, танцевать. Гордость учреждения – 16 образцовых коллективов. Развиваться и достигать новых вершин после ремонта, конечно, станет еще лучше. Проект работ должен быть готов до следующего года. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.